Память Она сохранила нам Петроград, еще не названный Ленинградом Утро 26 октября 1917 года Победу революционного народа России, свергнувшего ненавистное буржуазное правительство И того, кто стоял во главе революции Владимира Ильича Ленина Штаб революции помещался здесь, в Смольном Коридоры, лестницы, залы были переполнены вооруженными солдатами, рабочими Все новые отряды уходили отсюда на штурм Непрерывно заседал военно-революционный комитет Звонили телефоны, шли донесения Чем ближе становилось утро, тем яснее определялась победа Гражданам России Временное правительство не зложено Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян Утро застало город в неистовом возбуждении В Смольном атмосфера была еще напряженнее С первым днем социалистической революции, поздравлял Владимир Ильич Временное правительство не зложено Революция свершилась Надо идти дальше, строить новое государство Государство рабочих и крестьян Здесь, в этом кабинете Ленина, в Смольном На следующий день после победы были заложены основы новой власти Надо было создать правительство Обеспечить успех революции на всей необъятной территории России Но был один важнейший вопрос Он стоял первым в ряду неотложных задач Вопрос о мире и войне Больше трех лет шла мировая война Десятки миллионов в крови, одичании, беспросветности Вот почему первым ленинским декретом, первым декретом советской власти был декрет о мире Призыв ко всем воюющим народам и их правительствам Начать немедленные переговоры о справедливом, демократическом мире Вслед за декларацией о мире Ленин подписал декрет о земле Сколько было земли у десяти миллионов крестьянских семей? Столько же, сколько было ее у тридцати тысяч крупных помещиков Российской империи Жизнь крестьянина нищета и бесправия Это хорошо знал Ленин Он глубоко изучал положение крестьянства в России И теперь, когда была взята власть Декрет о земле отменял помещичью собственность на землю немедленно и без всякого выкупа Сбылась вековая мечта крестьянина Так родилась советская власть Первое в мире рабоче-крестьянское правительство Совет народных комиссаров Во главе с Владимиром Ильичом Лениным Весной 1918 года Советское правительство переезжает из Петрограда в Москву Надо было находиться в центре политической и хозяйственной жизни страны Москва по своему положению была как раз таким центром Сердцем России Над древним Кремлем взвелось Красное Знамя Мы бережно храним памятные места в Кремле Где жил и работал Ленин Рабочий день Владимир Ильич начинает с самого неотложного Телеграмм с фронтов гражданской войны Телефонограмм срочных переговоров И конечно с картой советской России На которой отмечают последние события Международный империализм И внутренняя реакция Со всех сторон несли смерть Республики рабочих и крестьян Одни хотели вернуть в Россию власть буржуазии Другие снова превратить ее в царскую водчину Восстановить монархию Кольцо иностранной интервенции и контрреволюции Смыкалось все туже Разбить врага, чтобы в мирной обстановке Начать строительство новой жизни Такую задачу ставил Ленин На его призыв Социалистическое отечество в опасности Вставали под ружье тысячи добровольцев Рождалась Красная Армия Которая победит интервенцию империалистических держав И у ее колыбели стоял Владимир Ильич Ленин Участники сражений тех лет вспоминают В битвах за власть советов они поняли Можно просто, что называется, формально воевать за чужие интересы Так было в империалистической войне И можно защищать народное дело И тогда действительно драться до победы Этому учил Ленин Солдаты, рабочие и крестьяне знали Что действия войск были только частью всенародной борьбы Фронт и тыл стали едины Это была новая ленинская наука о войне И благодаря ей Красная Армия оказалась непобедимой Тысячи дел требовали внимания Ленина Его непосредственного вмешательства Ритм жизни, напряжение его труда Были чрезвычайно высокими Ленин экономил буквально каждую минуту Этого он добивался и от окружающих Владимир Ильич предложил утвердить Общий регламент заседания Совнаркома Советского правительства Докладчикам 10 минут Ораторам первый раз 5 Второй раз 3 минуты Если выступающий нарушал регламент Владимир Ильич постукивал по своим часам